Всех вас приветствую именем Иешуаха Машеаха, кто есть, был и грядет снова. Это видео, в нем я буду затрагивать очень, очень важную тему, насущную, тяжелую, острую и неприятную. Но чувствую, что горит это слово, горит в костях и надо его высвободить. Несмотря на все препятствия, которые сейчас имеются для этого, я это делаю по водительству, как я верю, Духа Божьего. На постсоветском пространстве христианство, вот это современное, ну будем говорить харизматическое пробуждение, во многом пятидесятническое, они будут пока трогать баптистское. Но вот то, что вот здесь вот распространилось, скажем так, с девяностых, конец восьмидесятых, начало девяностых годов, это новая волна, пробуждение вот эти, которые были по всему бывшему Советскому Союзу, сотни, сотни, сотни церквей, которые открывались, евангелизации. Вот это вот все, это было сформировано, естественно, это все получило определенное учение, теологию, в которой все эти церкви, все это новое движение, даже независимые, не связанные друг с другом, они, в чем они формировались, росли. Так вот, вот эту вот основу теологии, учения вот этих вот харизматических, неопятидесятнических церквей, вот этой новой волны, все, что, еще раз повторю, после развала Союза, все, что появлялось, а по церкви появлялись просто как грибы, это было все сформировано под влиянием западного Евангелия, Евангелия процветания, Евангелия благополучия и успеха. И, соответственно, Писание, Библия, все, все было подогнано под это учение, то есть процветание, благополучие, преуспевание, вот это вот все, нас в этом учили, мы в этом росли, потому что практически все миссионеры западные были, и они несли это учение, это Евангелие, и на нем мы росли, строили свою веру, потому что вера от слышания, и хотя во многом они были правы, но многие вещи были отброшены, не знаю, осознанно или неосознанно, из Писания были, как бы, удалены в этом учении многие вещи, которые есть в Писании. И вот сформировавшись в этом Евангелии благополучия, когда начали происходить бедствия, война, вот недавно землетрясение в Турции, 7 тысяч, уже больше 7 тысяч, еще не конец погибших. Сколько погибших сейчас на этой войне в Украине, еще неизвестно даже. Но это тоже сотни тысяч. И вот на фоне всего этого, вот это учение благополучия, процветания, преуспевания, ввело в недоумение многих христиан, сегодня живущих на постсоветском пространстве. Кто это допустил? Кто стоит за всем происходящим? Дьявол или Бог? Бог или дьявол? Кто виноват? И если в вопросе войны все уже давно обозначили для себя виноватых, с одной стороны говорит, виноваты в этой войне они, вот именно те люди, с той стороны говорит, нет, виноваты вот они, вот те люди или тот конкретный человек виноват во всем, то в вопросе землетрясения, позвольте спросить мне вас, кто виноват? Семь тысяч погибло, и там погибли далеко не маньяки одни и убийцы, там погибли и женщины, и дети, и старики. Кто в этом виноват? С кого спросить? И ответа нет сегодня у верующих. Одни скажут, дьявол это сделал, другие скажут, Бог. Но Евангелие благополучия не подразумевает, что Бог может такое сделать. Евангелие благополучия являет только Бога, который есть любовь, любящий папочка воочи, что так и есть. Но это не все, кем он является. Так вот, сегодня я хочу, чтобы вы пересмотрели, обратиться к вам и предложить пересмотреть ту теологию, в которой вы наставлены и во что вы верите. Взять Библию, пропустить ее через себя и посмотреть, что делал Бог и что делал дьявол в Писании. И тогда у вас не будет никаких мыслей, сомнений, что происходит. Почему это война? Почему это землетрясение? Почему несколько лет назад цунами прошло и унесло почти 400 тысяч жизней? Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что пришла волна и убила 400 тысяч человек? С кого спросить? Если в войне мы можем ткнуть пальцем и сказать, за все трупы, за все смерти виноваты, они или они, или они, или он, или он, то в вопросах землетрясения и цунами мы можем развести руками и сказать, странно, я не знаю почему. А почему именно туда? Так вот, Евангелие, вот это вот преуспевание, благополучие, успеха, процветание, оно дает нам картину доброго Бога. Бога, который только добрые вещи делает для людей. Бога, который только обнимает, Бога, который только любит, Бога, который носит на руках, благословляет, пасты, вы все это знаете, защитник, целитель. Мы нашли это место в исходе и узнали имя Божье. Яхва, Раф, Господь, целитель твой. Господь, оправдание твое. И он таки есть это. Но при этом всем, когда происходит что-то плохое, мы в недоумении. Неужели дьявол такой всемогущий? Если за войной, за землетрясениями, за цунами стоит инициатором сатана, то почему он это не делает повсеместно и масштабно? Почему не устроить мировую войну прямо сейчас? Почему не нагнать цунами? И почему не придут эти цунами туда, где церкви, зачем их трогать, язычников несчастных? Они дьяволу не мешают. Они сатане, наоборот, служат. Почему бы не пустить все это туда, где действительно стоят Божьи дети, чтобы их поубивать? Если бы сатана имел свободу действий и делал, что он хотел, то есть наводил землетрясения, цунами, войны, то мы бы давно сгинули. Он не человекоубийца, это его имя. Убивать людей для него это природа, это смысл. И если это не происходит повсеместно, не потому что дьявол этого не хочет, нет, он очень хочет. Хороший пример Иов. Сатана пришел предстать пред лицо Божье. Как вам такое? Сатана пришел предстать пред лицо Божье. Это в вашей Библии, в вашей, дорогие христиане, Нового Завета написано. Ну как можем? Вот мы сейчас возьмите боевые действия в Украине и представьте, что лидер одной стороны пришел к другому зачем-то отчитываться. В этой истории Иова не описаны две противоборствующие стороны. Там не описаны какие-то две силы, которые в конфронтации. Сатана пришел предстать пред лицо Божье, как один из ангелов, коим он является, по сути. И Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Нет ему подобного. Благочестивый, послушный, просто идеальный пример. И что сказал Сатана? Конечно, обратил. Но не ты ли, не ты ли Бог оградил его, защитил его, благословил его? И Сатана не мог ничего сделать с Иовом. Хотя, возможно, ненавидел его за то, что Иов был благочестивым, послушным Богу человеком. До тех пор, пока Бог не дал Сатане санкции или право, или возможность коснуться сначала его имущества, потом его семью, детей, и потом его здоровья. Как вам такое? Бог допустил лично Сатане принести в жизнь Иова все эти потрясения, бедствия. И что сказал Иов? Я даже зачитаю это. Во второй главе. Когда жена сказала ему, похули Бога и умри, 2.10, но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Бог, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Это не вписывается в вашу теологию. Я уверен, что значит принимать злое от Бога. Бог добрый дедушка. Бог, любящий Санта-Клаус, который приносит только подарки, и приходит с букетом роз, и бутылка сидора, как волк. Ну, погоди. Нет. Во всем этом не согрешил Иов устами. Когда Иов сказал это, это правда. И я учился у западных учителей в 90-х годах. Я ездил в библейскую школу. Я помню, когда мы разбирали книги у Иова, они раскритиковали Иова, рассказали все, что он делал неправильно, все, что он говорил неправильно, что его знания о Боге были слишком ничтожны. Послушайте, послушайте. Люди жили сотнями лет. Сотнями лет. Иов жил до Авраама по архивам, по данным истории. Люди жили сотнями лет. Сотнями лет они познавали Бога. Человек прожил 50 лет. Из них только 20 лет читает слово, и он думает, что он знает все лучше Иова. Да Иов знал все так глубоко, что нам, наверное, еще не снилось. И вот это вот бахвальство харизматическое, от него надо избавляться. Мы в Новом Завете круче их, дорастите хотя бы до них. поэтому я уверен, Иов за свои годы, сотни лет, которые он жил, он достаточно знал и духовный мир, и все как устроено, и как все работает, и имел отношение с Богом. Мы знаем Авва Отче, мы знаем Бога, Который есть любовь, потому что нас этому научили. Но почему-то стороной обходятся другие грани нашего Бога. Например, в языке Иля, вот я одну беру, конечно, это яркий такой пример, где в седьмой главе, девятый стих, и не пощадить тебя, око мое, не помилую. Это Бог говорит. Бог говорит. Мне иногда такие комментарии пишут, вы сказали о ненависти. У Бога нет никакой ненависти. В Божьем присутствии нет никакой ненависти, но сам Бог говорит многократно и в Ветхом, и в Новом Завете, я ненавижу. И там описано, что он ненавидит, кого он ненавидит и почему. Это неприятно слышать. У нас такой удобный Бог, такой классный Бог. Это все работало. И мы верили в такого Бога. И наслаждались, и нам его было достаточно, пока не начались бедствия вокруг нас. И мы не понимаем, почему Бог, ты допускаешь это. Или почему дьявол это может делать. И как нам на это реагировать, и как можно помочь в этих ситуациях. Что мы можем сделать? Так вот, языки, и не пощадить тебя, око мое, не помилую, по путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобой будут, и узнаете, что я, Господь, каратель. А вот такого Бога мы не знали. Мы выудили из Ветхого Завета. Имя Божье. Я Господь Целитель. Я Господь Шалом Твой. Я Господь Оправдание Твое. Но каратель нам не нужен такой Бог. А это тот же, тот же самый Бог. И Он вовеки тот же. В Нем нет ни тени перемен. Он не перестает быть карателем при всем том, что Он Любовь. Книга Откровения. Я сейчас не готовился, но вот сейчас пришло мне это прочитать. Там есть описана песня Моисея. Сейчас я ее найду. Откровение 15. И там описано, что Он увидел великое знамение и победивших зверя и образ его. И поют песню Моисея, раба Божия. И песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». Поймите, это уже не то чтобы Новый Завет. Это уже после Нового Завета происходит. «Правед на истинные пути Твои Царь Святых, кто не убоится и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, как мы поем в нашей песне, ибо Ты един свят». Но это не так. Здесь написано, «Ибо открылись суды Твои». Вот почему все народы придут и поклонятся. Не потому, что Он свят. Да, звучит хорошо, и в песне идеально это вписано. Но как-то не хотелось портить такую красивую песню судами какими-то. А Бог Он судья. Он любящий Папа, Он любовь, но Он судья. Так вот, что я хочу заключить. Есть Бог, в Которого вы не верите, потому что Он неудобен. Есть Бог, Который неприятен нам, вот эти вот, ну, харизматам, всех, кто оттуда вышел, потому что нас научили, что Бог только добрый. Сатана, друзья мои, не может ничего делать, пока ему не будет позволено Богом. Запомните это. Никакую войну, никакие бедствия, потрясения, болезни, он не в силах, легитимно не в силах принести, если на это ему не даны санкции свыше. И хотя, де юра, именно люди, живущие, там, куда приходят бедствия, они открывают для дьявола двери своими грехами. Но де-факто только Господь, за ним последнее слово, нет бедствия, которое не Господь попустил бы. Запомните это навсегда. Не может сатана самовольно ничего сделать. Он приходит представать перед Богом и просить санкции на то, чтобы сделать то или иное. И вы скажете, как может такой добрый наш Бог, добрый такой любящий Папа допустить землетрясение, цунами или войну? Послушайте. Приведу несколько примеров. Есть очень добрые собачки. Вот они такие крупные, большие, но они добрые, они так любят людей. И можно ее пнуть, знаете, схватить за уши, дразнить. И она будет терпеть и любить тебя и облизывать, даже хотя ты причиняешь ей боль или обижаешь ее. Но рано или поздно терпение этого добрейшего существа заканчивается. И эта собачка может наброситься и искусать, а то и загрызть. Есть очень добрые люди, которые готовы долго терпеть, миловать, прощать, всякую несправедливость. Но однажды переходят люди какой-то край по отношению к этим добрым. Эти добрые берут в руки оружие и дают отпор. Так вот, наш Бог долго терпеливый. Но мы иногда читаем, где он говорит, я устал миловать. Люди вынуждают, плюют в Бога, поносят его, ненавидят его, отрекаются от него, воздают славу всему, что попало вокруг себя, попирают его слово. И рано или поздно Бог убирает свою руку, как это было с Иовом, вы помните? Для Иова это было испытание, и он его прошел. Но не может сатана сделать ничего, пока Бог не позволит ему это сделать. Да, по факту именно сатана, этот дух смерти, он стоит за этими войнами, землетрясениями, наводнениями, пожарами, цунами и тому подобное. Но он не может это делать сам по себе, пока Бог не разрешит ему. И когда мера беззакония людей начинает переполнять чаши, приходит суд. Вот почему народу боятся. Что делать нам? Сейчас не надо воевать, сейчас нужно каяться, приносить покаяние за себя, за свой народ, не искать виноватых. Хорошо, в войне виноватых мы нашли, найдите виноватых в землетрясении. Покажите пальцем на того, кто виновен, на кого повесить все эти семь тысяч смертей. Вы не найдете. Поэтому нужно каяться и смотреть на себя. Вот где источник. И когда сюда приходит праведность, шалом, радость в Духе Святом, туда, там остается шатер милости. поэтому приносите покаяние за свой народ, за свои города, за свою страну, за свою нацию, поколение, за свой дом, за своих детей. Пока есть возможность. Люди будут издыхать от страха. Сейчас вы можете себе представить, как себя чувствуют люди там в Турции в ожидании еще одного землетрясения. люди бежали от войны с Украины. Кто-то бежал от мобилизации с России в Турцию и сейчас там такое. Куда бежать? Да не будет уже скоро таких мест. Претерпевший же до конца спасется. Поэтому пересмотрите, пересмотрите свою теологию, иначе вы потерпите кораблекрушение в вере, вы разочаруетесь в Боге. читайте Библию, вы увидите, что Бог не только вот этот добренький дедушка на небесах, что он праведный судья, он есть огонь поедающий, он каратель, он воин, он ревнитель. Читайте об этом тоже и постарайтесь принять всего его. как же мне относиться к Богу? Богу не надо оправдываться перед нами, он делает все, что он хочет, так написано. И никто из людей не вправе и не подтянет, не вытянет этого, кидать Богу какие-то обвинения в том, что он неправильно или неправильно поступил. Перед тем, как приходит суд, тысячу раз является милость, но когда его милость попирается год за годом, год за годом, год за годом попирается милость Божья, его любовь, когда год за годом в протянутую руку Божью плюют, бьют по ней, рано или поздно его рука отнимается и приходит в суд. И если вы будете читать в Писании, вы увидите, я хочу сказать эти вещи, да, потому что это правда, что Бог убивал людей. Бог уничтожал людей тысячами. Понятно, на это были причины. Он любящий Бог, человеколюбивый, но это факт, что он не дедушка, от которого можно вытирать ноги свои, потому что он такой любящий, все простит. Он может просто мокрое место останется. Он Бог такой, и если бы не его милость и любовь, мы бы уже не жили на этой планете. Но было такое, что он позволял, брал Навуха Доносора, брал Кира, брал языческих царей, и ихними руками наказывал Израиль за его грехи. Бог может использовать. И сатана не вольный агент, он все еще на службе у Бога. Нравится это вам или нет. Так что нам не надо ему противостоять, конечно надо. Это часть нашей жизни, нашей подготовки, когда мы противостоим дьяволу. Но противостоять ему, закрывая глаза на все, что происходит вокруг, бессмысленно. Поэтому посмотрите вокруг себя, посмотрите в Слово Божье и поменяйте свою теологию. Когда началась война, когда происходило цунами, когда происходили все эти потрясения 9-11 в Нью-Йорке, землетрясения в Турции, лично для меня не было никаких удивлений происходящего. Я знаю, что почему это и откуда это приходит. Я не разочаровался в Боге. И моя вера не ослабила и не рухнула. Я знаю, что он Господь суверенный в своей воле. И никто не скажет ему ты неправильно сделал и будет при этом прав. Вот такое получилось длинное послание, но время перемен. И вот эту теологию благополучия пора уже отправить на свалку и взять библейскую теологию от бытия до откровения и осмелиться верить во все, что там написано. Аминь.